Привет, мальчики и девочки! Меня зовут Василий Захаров, за кадром Евграф помогает мне. Мы, как всегда, в любимом баре Галактика готовим для вас разные коктейльчики. Сегодня у нас на очереди Писка Сауэр. Писка Сауэр, если кому-то послышалось вдруг. Давайте сразу шутки. Кислая писька. Да-да-да. Шутки за 200. Писка Сауэр за 200. Вообще, Писка Сауэр – это практически легенда коктейльная такая, в своем географическом диапазоне в районе Чили и Перу. Эти две страны спорят, и кто придумал из них Писка, и кто придумал из них Писка Сауэр, соответственно. Но все-таки большая часть историков склоняется, что это перуанцы, но у них отличается, у чилийцев и у перуанцев, даже сам напиток Писка, он отличается. Мы сегодня будем готовить бангую, что на чилийском. Регион Долина Эльки – Чили. Почему я вангую? Потому что чилийский Писка более распространен, и в основном на импорт идет он, и его намного больше производится, чем перуанского. Хотя считается, что напиток все-таки был придуман именно в Перу, и, соответственно, Писка надо использовать тоже перуанский. Что такое Писка? Расскажи вообще. Писка вообще… Давай я покажу. Шутки не закончились. Писка – это бренди. Коньяк – это тоже бренди, если вдруг кто не знал. Вот. Просто там типа выдержанный и так далее, из региона коньяк и так далее. Но в основном, значит, используется либо жмых виноградный, либо определенные сорта винограда. Кстати, перуанцы даже датируют зачастую бутылки, то есть урожай винограда, из которого был сделан их Писка. Вот. Это национальный напиток, национальное достояние Перу. Они его объявили там в этой войне между чилийцами и перуанцами, кто из них главный. И у него есть официальный праздник, который отмечается, государственный праздник, который отмечается первую субботу февраля, если не ошибаюсь. То есть, кстати, вот буквально. И он действительно там настолько популярен, что его превозносят, потому что действительно большой пласт культуры практически выстроен вокруг этого напитка, вокруг борьбы типа чилийцев и перуанцев, кто из них там типа был первый. Вся вот эта история вплоть до там и президенты пьют этот напиток, популяризируют всячески, вплоть до всяких шоу и международный был интересный случай со шпионажем между чилийцами и перуанцами. И какой-то комик сказал, что типа, наверное, они рецепт истинного пискосаура искали. Большинство исследователей все-таки склоняются к тому, что в 1920 году Виктор Ван Борис, известный такой бармен, в свое время придумал этот напиток, а его ученик спустя какое-то время непродолжительно доработал уже этот напиток, стал добавлять туда белок и ангастуру. Собственно, нам нужен только писка, сок лимона, белок и сакарный сироп. Это все, что нам понадобится для приготовления этого коктейля. Это классический саур. Делается он методом сухой шейк, поэтому мы сначала все сделаем... Как виски, только из писка. Да, да. Шутки за 10 продолжаются. Сначала мы возьмем, все смешаем безо льда, потом со льдом. Вот, будем готовить по кодификации IBA, значит, в International Bartenders Association. Есть этот коктейль, и там он готовится по рецептуре 60 миллилитров писка, 30 миллилитров лимона, 20 сахара. Ну, то есть, такой просто супер классический саур. Вот, яйцо и, значит, дэш ангастура. А есть еще вариации с лаймом готовить этот напиток. И, в принципе, вроде как, типа, перванцы готовили с лаймом и с белком. Чилийцы вроде как, типа, с лаймом, но с сахарной пудрой, без белка. Ну, там тоже какие-то такие незначительные разночтения. Вот, но на самом деле между различиями готовить с лаймом и с лимоном, это нужно вот отвезать этот напиток и потом уже решить, потому что есть вещи, которые лучше сочетаются с лимоном, есть вещи, которые лучше сочетаются с лаймом. Мы готовим, ну, типа, чилийский наиболее распространен, в IBA написано с лимоном, и они нормально сочетаются. Поэтому приступим, нальем 60 миллилитров писка, у нас шейкер. Я, кстати, должен сказать, что коктейль очень вкусный. Единственная причина, по которой он менее распространен у нас, чем всякие виски, сауэр, там, маргариты, дайкири, я вижу только в нераспространенности основного ингредиента писка. Только в этом дело. В остальном напиток богический, он такой же прекрасный, легкий для понимания, как все сауэры, и тем и прекрасен. Возьмем половиночку лимона, 30 миллилитров нам понадобится. Это примерно где-то половинка и есть. Вот так вот. 30. И 20 сахарного сиропа. Возьму давай писюленку. Да. Рашмай о писках сегодня. Ну, у меня там 2 к 1, кстати. Да? Да. Реально, я очень часто встречаю, если там не в старых классических прописях, то и в современных рецептах, во всяких упоминаниях о том, что, да, типа, 2 к 1, это прям то, что доктор завещал. Но так как мы все-таки будем сегодня работать с рецептурой Айбей, я думаю, что эти ребята приверженцы, наверное, все-таки один к одному. А не с тех пор, как один к одному сахарный сироп был, и там дальше мода поменялась, они сайт не обновляли, поэтому... Ну, нет, я не согласен, они вносят туда. Да, да. Шутка хорошая, да, я понимаю. Они, главное, вносят туда, тебе по старым ссылкам ничего не открывается, в гугле ищешь. Да, но тем не менее, можно открыть webarchiv.org. Да, и посмотреть, как все менялось. Вот. Посмотреть, что менялось и как. Желточек мы выкидываем. Ну, как выкидываем? Фига себе, гад. Да, а белочек выливаем наш в шейкерочек. Я думаю, что не поздно еще добавить некое количество льда в наш шале. Пока еще не поздно. Чтобы оно охлаждалось. И прям долго. Все, неплохо мы его, я считаю, взбили. Открываем. А пружинку ты не кладешь? Это же коблер, зачем там пружинка? Ну, типа, чтобы взбивалось еще лучше. А, ну, здесь, я думаю, нет необходимости. Добавляем льда. Снова закрываем шейкер. И еще раз интенсивно шейкуем. На самом деле, очень интересно почитать и про писку в целом, и про этот коктейль. И про этот коктейль. Я рекомендую даже в Википедии просто полистать. Открываем наш шейкер. Вот это нам больше не нужно. Возьмем ситечко. И вот с такой вот пеночкой уже можно работать в том плане, что нам нужно закончить это дело с ангастурой. Мы берем ангастуру. Берем маленькую трубочку. О! У меня просто нету пипетки. И делаем три капельки. Раз. Два. Три. Все. Наш прекрасный пискосавр готов. Давай, Юграф, отведаем. Пробовал ли ты пискосавр? Нет, никогда не пробовал ни писка, ни савр. В смысле, ни пискосавр. Давай. Ну, запах, как обычного савара, с ангастурой, хорошо все. Ну, хороший савор, приятный. Хочу понять, что за вкус у писка, собственно говоря. Вообще, божественно. Ну, это, я бы сказал... Кус писк чувствуется там же. Да. Писка... Мне знаешь, мне что напоминает? Писк с легким... Вот конкретно на этом писка получился с легким винным таким оттенком. Какой-то он свежий, свежий. Ну, виноградный типа, да. Этот списка, он по отношению к бренде то же самое, что кашаса по отношению к рому. Понятно? Ну, окей. Ну, это что-то типа какой-то такой более самогонного плана такой, какой-то недоделанный. Более самогонный, потому что... Они, кстати, нет, вот я не знаю, за этот ничего не скажу, выдерживают его вполне и успешно. Я могу сказать, что чилийцы, так как их... Крепкий что ли? Да. А сколько он? 40 градусов. Ну, крепкий, да. Ну, я имею в виду, что по вкусу он прям... Не супер стронг. Это не бренде. Короче, чилийцы, так как они... Это не какой-нибудь Собирана, который, кстати, в Эльване продается. Сайт Эльвайн, ссылка в описании. Короче, этот писка чилийский. Наиболее распространенный, наиболее импортированный чилийский, он делается методом дистилляции в колоннах. И получается классический такой бренде в нашем понимании. Я хорошо себе представляю, как этот писк... С использованием жмыха, по-моему. А перуанский, который более, ну, типа, более редкий, более дорогой, он делается в медных кубах. Ну, а потом выдерживают его? Вы, кстати, пишите в комменты, если я не прав, потому что я не знаток писка, не спец. Писк по пискам. Да, но вроде как, вот, правильно я все сказал. Отличие, ну, кардинальные чилийских и перуанских писка. Вот, жалко, нет, кашаса нету, прям сравнить хочется прям по запаху. Мне очень напоминает именно кашасу вот характер. Думаю, что нет, дай-ка еще раз. Характер. Ну, да, да. Ну, это, конечно, не прям кашаса, но если у вас есть кашаса, я думаю, что этот коктейль будет близок. Короче, восхитительно, мне очень нравится, реально. Чего я вот так, кстати, редко заказываю, непонятно. Что он действительно и текстура, вот эта вот белочная, она прям вкусняшечка и ароматика. Ну, короче, прям реально очень круто. И чувак, которому приписывают изобретение, он знал о том, что это вкусно и круто. Всячески популяризировал свой коктейль и в рекламе бара своего. Вот, и если я не ошибаюсь, он даже пытался судиться с своими барменами, которые, типа, в другие заведения уходили. Вот. Но он умер, как бы. Он хотел сделать писка саур, типа, своим коктейлем? Ну, в своем баре, типа, кражей интеллектуальной собственности. Это почти как Ром Кола за патент... А хотя, Куба Либр... Да, аббакарди коктейль. Аббакарди коктейль, ладно, еще. А сам он умер от... Ксироза печени. Ну, это практически профессиональное заболевание, наверное. Смотри, держится до сих пор. Капельки. И текстуры, и капли. Капельки держатся. Да, пенка хорошая получилась. Короче, вообще. Это почему? Благодаря писка? Это благодаря белку. У нас шале такая, которая все тут размазала. Ну, да. И, естественно, в первую очередь все бартендеры и миксологисты скажут, что это благодаря пользованию сухого шейка. Именно. Но я спорил, спорю, и пока меня прям в лоб не переубедят, буду пока продолжать спорить, что огромного значения того, которого придают сухому шейку, я не вижу. То есть я повторюсь, наверное, каждый раз, когда мы затеваем эту тему, что есть у меня переводная статья, где чувак сравнивает на полностью одинаковых рецептурах коктейлях сухой шейк, обратный шейк и классический шейк. И потом прям делает три фотографии. Там прям характерно видно, что особо нет. То есть хорошо сделать, нормально взбить, можно и без сухого шейка. А я сухой шейк делаю только вот в коблере, и желательно в маленьком. Вот как-то так удобнее, чем в большом гонять. Ну да. Да. Особенно, когда это две... Одинаковых. Две жопы. Да. Вот так вот. А гонять его в одном стакане туда-обратно у меня нормально взбить не получается. Ладно, хороший коктейль. Ну, как и любой салат. Вообще. Как ни странно, мне это напоминает не бренди, а больше что-то из серии кашаса. Я полностью с тобой поддерживаю. Какой-то дистиллят вот такой. Полностью поддерживаю. И невыдержанный. И, ну да, виноградные ноты есть. Ну, то, что это виноградный дистиллят. Вот это прям вообще, мне кажется, как вина туда добавили. Ну, я бы не сказал. Это какая-то кислотная, вот эта уксусная какая-то для белого вина характерная вещь, для какого-нибудь особенно, не знаю, какого-нибудь, каких-нибудь немецких... Рислингов. Туда, туда. Ну, не знаю. Я почему-то вот нашел ее там для себя. Коктейль достойный, спасибо, я прошу. Давай. Самый главный вопрос-то. Почем писка-то? Ну, я не помню. Ну, порядок, порядок. Ну, тысячи две он. Тысячи две, да? Такой, он недешевый. Да. Ну, его просто мало. Ну, да, это не рядовая позиция. То есть в моем домашнем баре писка нет, не было никогда. И можно в зависимости от писка подбирать лаймы и лимоны, варьировать, и там тоже будет много интересного. Я уверен, что он и с лаймами сыграет. Ну, этот, да. Этот по-любому с лаймом тоже хорошо будет. Такие дела, ребята. Жмите колокольчики, чтобы получать новые уведомления о видосиках. Лайки, дизлайки, пишите комменты. По промокоду ЕДИНТВ скидка 35% на сайте Эльвайн. На алкоголь ссылочка в описании. По промокоду тоже ЕДИНТВ. Может получить скидку 10% на барный инвентарь. В моем магазине барный инвентарь. Акасным-бар.ру. Тоже ссылочка в описании. И подписывайтесь на нас везде, на всех наших платформах, соцсетях. Меня звали Василий Захаров. За кадром мне помогал Гевграф. Спасибо бару Галактики, которая нас полетила, где мы снимаем. До скорых встреч, друзья. Пейте с умом. Пока. У меня этот писка дома лежал с первого самого карантина. С первого выпуска ЕДИНТВ. Ну практически. Ну почти, ну не год, но... А мы и все время не могли отснять. То есть я периодически вспоминал о, ну типа классические коктейли, когда пролистываю, то есть он всю дорогу он типа там в Айбиэй, ну вот, где Чили, Перу и поднимаясь выше, нет, а он и собственно распространился благодаря естественно Америке, то есть там типа в 20-х его придумали, позже там типа 30-го его усовершенствовали, он перебрался уже в Америку на побережье и в 60-х годах он уже распространился, добрался до Нью-Йорка и собственно оттуда тадам, победоносно шествует. Плохо помню, по-моему типа в 2008 году что ли типа объявили, в национальном достоянии, мы придумали ему там типа праздник. Может раньше было, я честно не особо так заморачивался в этих цифрах, но сам факт, что прям популярность огромная, типа вот вплоть до шутеек на ТВ и глобальных споров, это все прописка Сауэра, это классная история. Рекомендую.